Барселона На протяжении истории Барселоной правили многие властители, начиная с Иберов, основателей города, и заканчивая Фелициями, Катаргами, Римлянами, Вестготами и Маврами. Все они наложили свой отпечаток на развитие города. Никто иной, как Карл Великий, сделал Барселону столицей своего графства. И именно с правлением графов Барселоны начинается история правления каталонской династии. Город становится столицей королевства Арагон, и с этого момента переживает свои золотые времена. Каталонско-Арагонский флот господствует в Средиземном море. Сегодня на больших и маленьких площадях царит оживление. Однако здесь найдется место и для тех, кто ищет покоя и уединенности. Жители Барселоны гордятся своей самостоятельности. Генералитет Каталонии, являясь автономным правительством, представляет сегодня интересы и выполняет административные задачи провинций Барселона, Катарагона, Леррида и Херона. На протяжении всей истории Каталония с ее столицей Барселоны боролись за независимость и автономию. Пласса де Каталония является самой большой площадью Барселоны. Стоит самим составить мнение об этой площади, о которой в Барселоне говорят как о самой красивой в мире. В любом случае, эта площадь, окруженная банками, государственными учреждениями и магазинами, является идеальным местом встречи путешественников и деловых людей, покупателей и туристов. Все они вместе определяют стиль жизни на площади. Немного сильнее переполняется жизненной и чувственной радостью Рамблес на противоположной площади, поскольку на площади для Каталония начинается знаменитый бульвар Барселоны, расположенный в пешеходной зоне. Когда-то Рамблес был руслом реки, по которому вода с гор текла прямо к морю. Там, где раньше текла вода, течет сегодня жизненная река Барселоны. Рамблес-сити является олицетворением атмосферы, веселости и жизненной радости города и всей Каталонии. Рамблес позволяет проникнуть в самую сущность каталонского стиля жизни. Днем, а еще сильнее ночью, улицы города оживают от спешащих туда и сюда людей, которых развлекают фокусники и танцоры, музыканты и торговцы, покупатели и продавцы. Особенно по вечерам, бульвар магически притягивает к себе местных жителей и друзей. Каждый может здесь показать то, на что способен, или что имеет предложение. Публика определяет, стоит ли это внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Рамблес состоит из пяти участков улиц. Рамблес де Колонетес образует первый участок двухкилометрового бульвара, начинающегося на Пласа де Каталония. На нем находится чугунный колодец, которому приписываются магические свойства, и который, если попить из него чудесной чистой воды, должен гарантировать возвращение в Барселону. Традиционным является прокат стульев в Барселоне. На них очень удобно сидеть и читать одну из множества выпускаемых газет. Чтение газет определяет общий образ этой части улиц. Рамблес де Сан-Хосе, или де Лес Флорс, образует, пожалуй, самую красивую часть улицы. Бесчисленные цветы испускают аромат, сверкают на солнце и ждут своих покупателей. Здесь можно купить всевозможные виды цветов, семена и сухие цветы. Большинство цветов, только что из теплицы, привозят сюда с северо-востока города, из Маразме. Недалеко расположен Палау де Лавирейна, самый роскошный дворец на Рамблес. Он был построен в XVIII веке Людовиком XIV. Недалеко расположен Меркат де Ла Букария, или, как он называется официально, рынок Святого Иосифа. В 1835 году его конструкция была укреплена железом и стеклом, чтобы продавцы могли вести торговлю и при плохой погоде. Сегодня продавцы рынка предлагают всевозможные деликатесы Каталонии. Овощи и фрукты, рыбу и мясо. Все свежее и драпировано различными цветами. На Рамблес-дель-Капучиос, или, как ее называют, Рамблес-дель-Центро, разместились закусочные и рестораны. Действительно, владельцы знают, чего стоит это место. Здесь находится театр Гранд Театро Дель-Лисео, фасад которого слегка скрыт кронами платанов. Не без талики гордости указывают жители Барселоны на то, что этот театр является самой большой оперой Испании и одной из самых красивых во всей Европе. Одновременно театр могут посетить 3000 зрителей. Кроме того, особенно ценится здесь великолепная акустика и высокий уровень исполнения. Последней частью Рамблес является Рамблес-де-Санта-Моника. Это имя восходит к названию монастыря. Сегодня здесь, в монастырском здании, размещается знаменитая выставка современного искусства. В расположенном напротив музея восковых фигур выставлены более 300 экспонатов, изображающих известных исторических людей, которые сегодня выглядят пугающе реалистично. Отсюда на метро мы возвращаемся назад на Плаце-де-Каталония. Однако здесь рекомендуется пройти несколько сотен метров по направлению к порту. В конце Рамблес-де-Плаца-Порталь-де-Ла-Плау находится памятник Христофору Колумбу. Памятник был установлен в 1888 году. Внутри него находится лифт, на котором можно подняться на смотровую площадку и оттуда насладиться великолепным видом на порт и город. Особенно знаменитые «Колондаринос» — «Ласточки» — корабли, построенные специально для водных экскурсий. История кораблей, приводимых в движение как с кормовой, так и с носовой части, начинается с 1888 года. Тогда в Барселоне состоялась Первая мировая выставка. И по случаю этого события были построены эти популярные и оригинальные средства транспорта. Сердце города представляет готический квартал. Бади-Годик не является разукрашенным музеем на открытом воздухе, а оживленным и на сегодняшний день густонаселенным кварталом. Часами можно бродить среди остатков римских стен и средневековых дворцов, монастырей и церквей. В конечном итоге мы подходим к центральной точке — собору Сант-Аула-Алии. Не только по праздничным дням, но и по воскресеньям перед собором встречаются люди для совместных танцев. Люди берутся за руки и танцуют сардану. Этот танец олицетворяет каталонское чувство солидарности. Он символизирует солидарность между жителями Барселоны и каталонцами, с которыми они переживали времена подавления и господства иноземных захватчиков. И неудивительно, что при правлении генерала Франко Сардана была запрещена. Неважно, бедные или богатые, молодые или пожилые, простые горожане или...